Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. В Самаре разработают программу по капремонту объектов культурного наследия. Решение было принято после объезда исполняющим обязанности главы Самары Иваном Носковым Самарского, Кировского и промышленного районов. Новый рекоператор по обращению с ТКУ отчитался об успешной работе с проблемными объектами. По каким адресам проведена экстренная работа? За время работы выставки силы в правде гордости победы около 200 граждан подписали контракты с Министерством обороны. Посетители пункта информировали о льготах и социальных гарантиях, которые получают военнослужащие и члены их семей. Рассказали, как готовиться к соревнованиям, как преодолевают себя и показали медали. В музее Алабина прошла автограф-сессия со знаменитыми спортсменами Ольгой Артешиной и Александром Кудашевым. Сегодня в зону спецоперации, в подразделении, где проходит службу бойцы из Самарской области, доставили партию специализированной тяжелой техники от региона на сумму более 100 миллионов рублей. Пять экскаваторов на базе автомобилей «Урал» были переданы на передовую по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Техника поможет бойцам в выполнении боевых задач. Оказывать помощь нашим военнослужащим, направлять техническую и военную помощь и гуманитарный груз с учетом пожеланий бойцов будут и дальше, отмечают региональные власти. За очистку дорог удовлетворительно, за уборку дворов минус. Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков подвел итоги работы коммунальных служб после первого в этом сезоне снегопада. Ситуацию обсудили на еженедельном совещании в городской администрации. Руководитель города призвал наладить взаимодействие с госжилинспекцией, с управляющими компаниями, а главам районов поручил взять работу по очистке дворов под личный контроль. Подробности в сюжете. Как справились с первым снегопадом, коммунальные службы обсудили на еженедельном совещании в городской администрации, которое провел исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков. Если улично-дорожную сеть удалось очистить от первого снега, то уборка пешеходных зон и территорий во дворах вызвала нарекания, как жителей, так и специалистов городской административно-технической инспекции по благоустройству. Состояние проездов тротуаров как внутридворовых, так и внутриквартальных территорий выявлено 355 необработанных противоглоледными материалами участков на дворовых территориях, выхода из подъездов и дворовые тротуары и 43 неочищенных проезда. Напомним, первый снегопад в городе начался 5 ноября. На улице по распоряжению Ивана Носкова сразу вывели более сотни единиц техники и 50 дворников. На следующий день количество людей техники увеличили. Уборка шла в круглосуточном режиме. Однако результатом руководитель города остался недоволен. Если по уличной дорожной системе практически везде справились, нареканий не было, то по тротуарам и по внутренним дворовым территориям это достаточно серьезная проблема. Попрошу коллег всех, особенно глав районов, отнестись к этому серьезно и взять это на контроль. Потому что все бодро отчитывали, что к зиме готовы, все есть, и дворники, и реагенты, и техника. Вот первый маленький-маленький слабенький снегопад. Результат. Поэтому подорожные сети удовлетворительно, по всему остальному минус. Уважаемые главы районов, это ваша персональная ответственность. С каждого из вас за это будет отдельный спрос. Иван Носков призвал наладить взаимодействие с госжилинспекцией, с управляющими компаниями и подготовить статистику по количеству протоколов, выписанных административной комиссией. А если их нет, то объяснение, почему они не выписаны. Этот вопрос отдельно рассмотрят на оперативном совещании с руководством Департамента благоустройства и представителями коммунальных служб города. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. В Самаре подготовят программу по капитальному ремонту объектов культурного наследия. Об этом исполняющий обязанности главы города Иван Носков рассказал в ходе объезда внутригородских районов. Руководитель города в выходные выехал по тем адресам, на которые поступили жалобы от жителей, в том числе и губернатору. Как обстоят дела с подачей тепла в Самарском районе и почему не будут строить дорогу в промышленном, расскажет Светлана Кудрявцева. Исполняющий обязанности главы города Иван Носков проверил качество подачи тепла в дома исторического центра Самары. Ранее жильцы жаловались на проблемы с отоплением из-за неполадок на теплосетях. Из-за порыва на территории соседнего медицинского учреждения без горячей воды оставались жильцы дома номер 87 по улице Самарской. По словам жителей, неполадки уже найдены и устранены. Мы сейчас с Т-плюс меняем взаимоотношения. Надеюсь, мы там перейдем к нормальному взаимодействию. Надеюсь, к следующему году мы как-то эту ситуацию выровняем. Поступило тепло и в дом номер 50 по улице Куйбышева. Иван Носков проверил, горячие ли трубы в квартирах. Параллельно обратил внимание на состояние дома, которое нуждается в капитальном ремонте. Изношенность коммуникации – основная причина порывов и срыва сроков подачи тепла. И именно в историческом центре Самары эта проблема стоит особенно остро. Почти все дома здесь являются объектами культурного наследия и не попадают под обычные программы капремонта. Поэтому нужны специализированные проектные и подрядные организации, имеющие доступ к работе на объектах культурного наследия. Жители абсолютно справедливо обращались во все инстанции, включая, обратились к губернатору. Да, сегодня тоже тепло запущено, но параллельно еще посмотрели массу там все сложности, которые связаны с домами этой категории, которые на сегодняшний день не попадают даже под капитальный ремонт. Это нужно выделять в отдельную программу. Это уже такая непростая история, но есть поручение губернатора по центральной части города, по исторической части города. Сейчас формируется отдельная программа, и там дальше будем определяться, что с ними делать. Но тепло запущено, держим это на контроле. А вот жители домов по улице Нового вокзальной беспокоились из-за строительства дороги. По словам представителей инициативной группы, по улице Нового вокзальной от московского шоссе до Новосадовой планировали обустроить проезжую часть. Местные жители выступили против. Иван Носков успокоил самарцев, заверив, что дорогу в этом месте проложить невозможно. В свое время была действительно такая задумка, и там на самом деле в дороге есть необходимость, но именно в том месте проходит коммуникация, коммуникаций достаточно много, и дорогу там построить практически невозможно и бессмысленно с точки зрения стоимости переноса коммуникаций. Поэтому дороги там не будет, жители успокоили. Исполняющий обязанности мэра города Иван Носков прошел по другим дворам промышленного района, а также посмотрел, как ликвидировали последствия провалов на месте старых коммунальных сетей. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Валерий Майоров. События. Теперь оплачивать проезд в трамвае, троллейбусе или автобусе можно со скидкой. В общественном транспорте Самары нововведение – оплата с помощью QR-кода. Сколько можно сэкономить и как? Новости восприняли пассажиры, узнала Полина Чулякова. Проезд в общественном транспорте становится для самарцев не только комфортнее, но и дешевле. В трамвае, троллейбусе или автобусе можно оплатить разовую поездку со скидкой в 11 рублей. Акция действует второй месяц и будет в силе до конца 2024 года. Таким образом, один пассажир, совершая хотя бы пару поездок в день, экономит более 500 рублей в месяц, подсчитали специалисты. Такая возможность доступна пассажирам, которые оплачивают проезд с помощью NFC-табличек с размещенным на них QR-кодом. Чтобы воспользоваться, необходимо навести на табличку камеру телефона с функцией бесконтактной оплаты, отсканировать QR-код и перейти в приложение банка. Отобразится значок кода. Останется лишь подтвердить оплату. Он оплачивает, формируется чек, там же электронный в телефоне, и пассажир должен этот чек сохранить для того, чтобы показать кондуктору. Указывается стоимость проезда, дата и время оплаты, номер транспортного средства. Сейчас уже у каждого человека есть гаджет, карта, и очень удобно пользоваться, чтобы не таскать с собой наличные деньги. Людям все нравится, людям устраивает. Таблички установлены в 97 трамваях, 60 троллейбусах и порядка 400 автобусах. С личным составом транспортных предприятий провели инструктажи и разъяснили, как работает нововведение. Подчеркнем, что наша область входит в первую десятку регионов страны, где этот быстрый, удобный и выгодный способ оплаты проезда стал реальностью. В настоящее время в Самаре и Самарской области этой услугой воспользовались уже более 60 тысяч пассажиров. Мы работаем в тесном контакте с пассажирами, с перевозчиками, с организатором акции, решая эти вопросы в оперативном порядке. Механизм взаимодействия отлажен, в том числе с профсоюзными организациями и дирекцией по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов, национальной системой платежных карт. В частности, отработанные вопросы касались мест размещения специальных табличек, функционирования программного обеспечения. Была проведена большая работа, на самом деле. Все перевозчики разместили в подвижном составе таблички в нужном количестве, чтобы пассажирам было удобно. Не дожидаясь кондуктора, не создавая очереди на оплату и не мешая попутчикам, можно быстро расплатиться за поездку. Таблички по нескольку в каждом салоне закреплены в основном на панелях. Они находятся на разной высоте, что удобно и маломобильному населению. Также коды наклеены за кабиной водителя, но здесь они более востребованы в периоды, когда наполняемость транспорта не столь высока. В часы пик профильный департамент и перевозчики просят пассажиров перемещаться дальше в салон, по возможности оставляя входные группы свободными. Жители Самары изменения восприняли с энтузиазмом. Если скидка 11 рублей, если много будешь ездить, то это все накапливается. В принципе, наверное, нормальная такая разница получается. Карта не всегда под рукой, а телефон сейчас на нынешнем поколении постоянно под рукой. Немаловажно и то, что перевозчики спокойны. В части отсутствия так называемых выпадающих доходов. Несмотря на акцию, согласно условиям которой, пассажирам предоставляется скидка в 11 рублей. Компенсация выпадающих средств в полном объеме гарантирована единым оператором национальной системы платежных карт. Напомним также, что с этого года по карте жителя Самарской области внедрили выгодные пакетные тарифы. Помимо этого, прорабатываются вопросы возможности использования электронных карт без физического носителя, которые будут зашиты в цифровое приложение. А в Самарском метрополитене намерены внедрить биометрическую оплату проезда. Наряду с передовыми возможностями, которые существенно облегчают процесс оплаты поездок, остаются в силе и остальные альтернативные и привычные способы, чтобы у граждан был выбор, какой вариант для них наиболее оптимален. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События. В Самаре прошла встреча жителей студенческого переулка с исполняющим обязанности главы Самары Иваном Носковым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном. В ходе встречи осмотрели видовую площадку и обсудили ремонт подпорной стены. Подробности в нашем сюжете. Жители студенческого переулка вместе с исполняющим обязанностями главы Самары Иваном Носковым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном осмотрели видовую площадку, с которой открывается вид на Волгу. В планах ее реконструкция. Нужно укрепить ее подпорную стену и обновить основание. Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков отметил, что ранее предложенный проект основан на устаревших исследованиях и требуется разработка нового. Еще раз обследование проведем, посмотрим, какие технические решения, потому что начинать нужно с укрепления самой стены. Обязательно в рабочую группу возьмем представителей жителей, уже поделиться, кто будет с нами работать, кто будет взаимодействовать и объяснять и согласовывать жителям эти действия, которые мы будем делать. Потому что хотелось бы, чтобы это был такой общий проект. В ходе встречи с жителями также было принято решение внести в обновленный проект благоустройство лестницы, ведущий на смотровую площадку. Депутат Госдумы Александр Кинштейн выразил уверенность, что после завершения всех работ это место станет визитной карточкой Самары. Уверен, что после того, как здесь мы наведем порядок, огромное количество людей, не только самарцев, туристов, гостей региона будут сюда приходить, приезжать, любоваться. И наша задача сделать так, чтобы самарцы гордились той красотой, которая у них есть, а они стыдились ей. В планах приступить к обновлению площадки летом. Августина Охременко, Валерий Майоров, События. В ходе рабочего объезда исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков проверил состояние школы 156 на 18-м километре Московского шоссе. Ранее жалобой на состояние контейнерной площадки у школы и на отсутствие прилегающих территорий обратился житель Самары Алексей Безруков. Каким решением пришли, расскажем в следующем сюжете. Во втором корпусе школы номер 156 на 18-м километре Московского шоссе обучается 374 ребенка. Среди учеников и дочь Алексея Безрукова, первоклассница Виктория. По словам отца, школа расположена рядом с домом. И качество обучения здесь нравится. Но вот состояние здания и пришкольной территории вызывают у родителей вопросы. Первый сентября мы пришли, мы, во-первых, увидели очень страшную картину, так как находилась рядом мусорная площадка, в которой мусор разлетелся весь, получается, от мусорного контейнера до забора школы. Она не огорожена. То есть стоит, ладно, но нет крыши, нет сетки. И мусор просто от большого ветра разлетается. Его поднимает, его по территории по всей разносит. Ранее с этой проблемой Алексей пришел к исполняющему обязанности главы города Ивану Носкову на личный прием. Руководитель города тогда обещал выехать на место. Вместе с директором школы Алексеем Макаровым и руководителем департамента образования Ириной Каковиной осмотрели состояние здания. Оно вошло в состав 156-й школы летом 2023 года и с тех пор неоднократно ремонтировалось. С 1 сентября 2023 года в настоящее время было вложено в эту школу, только в эту школу, я говорю, 5 миллионов 200 тысяч рублей. То есть здесь были сделаны два кабинета, полностью капитальный ремонт, крыша была сделана. Установлен забор по периметру, оформлена земля. Сейчас у нас здесь в приоритете – это замена оконных конструкций первого и второго этажа в рекреациях полностью. Мы будем выходить сейчас до конца года, будем выходить на торги. По словам Ивана Носкова, состояние школы удовлетворительное, а с пришкольной территорией и контейнерной площадкой будут разбираться. Из того, что можно решить быстро и достаточно понятно, это мусорная контейнерная площадка, которая стоит возле школы, можно сказать, напротив школы, из которой ветер сдувает. Сама площадка не в этом состоянии, и место, скажем так, не очень удачно. Но сейчас проговорились с руководством района, во-первых, о ее переносе. А самое главное, что сейчас началась программа строительства контейнерных площадок, и мы как раз одну из первых площадок построим на новом уже месте, и отсюда ее уберем. Иван Носков также поручил расширить пришкольную площадку за счет территории, под которой пролегают коммуникации. Сейчас рассмотрят возможности их переноса, чтобы у детей появилось пространство для отдыха, спортивных занятий и игр. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Валерий Майоров. События. На пост министра образования Самарской области назначен Виктор Акопьян. Соответствующую информацию разместили на сайте регионального правительства. Управление информацией и аналитики администрации Самары возглавила Анастасия Говорова. Ранее она занимала должность заместителя начальника управления по информационной политике, связям со СМИ и общественностью администрации Иркутска, а позже работала руководителем департамента информационной политики и взаимодействия со СМИ администрации Дзержинска. Елена Рыжкова переходит на должность советника главы городского округа Самара. Сотрудники органов внутренних дел отметили свой профессиональный праздник. В честь этого события министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественное собрание. Глава ведомства подчеркнул, что этот праздник символизирует верность лучшим традициям служения Отечеству и народу, у истоков которых стоят многие поколения солдат правопорядка. Наша профессия всегда была и остается особой. Почетной миссией, нелегкой и крайне ответственной. Мы по праву гордимся многотысячным коллективом министерства, достойным выполняющим поставленные задачи. Министр подчеркнул, что вклад в обеспечение общественной безопасности и самоотверженный труд полицейских высоко оцениваются руководством страны и обществом. В текущем году более 650 сотрудников удостоены государственных наград и почти 15 тысяч ведомственных. Кроме того, в преддверии 10 ноября президентом Российской Федерации принято решение о присвоении специальных званий высшего начальствующего состава, ряду руководителей подразделений центрального аппарата и территориальных органов. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре на этой неделе проведут ремонтно-профилактические работы с кратковременными отключениями холодной воды. Как уточнили в ресурсоснабжающей компании, 12 ноября с 10 до 13 часов ограничат холодное водоснабжение по адресу улица Гастелло, 35А. 13 ноября с 10 до 16 часов холодная вода не будет поступать по адресу проспект Металлургов, 23. Список работ может быть скорректирован. В Самарской области из пожара спасли 400 свиней. Как уточнили спасатели, в селе Кенель-Черкасса горела ферма на площади 60 квадратных метров. На месте работали 10 человек и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Напоминаем, в Самаре 11 и 12 ноября добавят рейсы на грузовой переправе «Октябрьский спуск» «Рождествено». Как уточнили в пресс-службе речного пассажирского предприятия, по новому расписанию 11 ноября из «Рождествено» паром отправится дополнительно в 19.00, а 12 ноября из Самары в 11.00. Новый рекоператор по обращению с ТКО отчитался об успешной работе с проблемными адресами. Очищены контейнерные площадки по адресам проспект Карла Маркса 295, проспект Кирова 14, заводское шоссе 40, проспект Кирова 367, Севастопольская 11 и другие. С каждым днем все меньше заявок по проблемным площадкам. Однако все еще остается много красных адресов, которые требуют внимания. Рекоператор поблагодарил за обратную связь. Также в организации отметили, что продолжают уборку навалов, крупногабаритных отходов. Это очень трудоемкий процесс. Помимо этого, по некоторым адресам в планах увеличить число контейнеров из-за нехватки, разрушенные баки заменить и усилить патрулирование и контроль за стихийными свалками. Самарские школьники станут сдавать ОГЭ по новым правилам. О грядущем изменении формы экзамена сообщили в Рособорнадзоре. Экзамен в девятых классах в том виде, в котором он существует, устарел, считают в министерстве. Этот вопрос обсуждается, и в ближайшие годы форма ОГЭ, в том числе расчет оценки, применение результатов, выбор предметов претерпит изменения. Советский и российский композитор Александр Пахмутова отметила свое 95-летие. В честь этой даты в рамках акции «Музыка вместо звонков» в школах по всей России звучали фрагменты ее знаменитых песен. Подробности в нашем сюжете. Необычный школьный звонок – отрывок из песни композитора Александры Пахмутовой, которая называется «Девчата». В ноябре исполнилось 95 лет со дня рождения знаменитого композитора советской эпохи. В честь этого события во всех школах России прозвучали звонки – отрывки из ее музыкальных произведений. Эти песни они учат, они воспитывают и они лечат душу. И я вижу, как сегодня подпевают наши ребята. И пусть они поют именно такие песни. В разных школах России прозвучали отрывки из разных песен композитора, помимо фрагмента из «Девчат». Это такие известные советские песни, как «Орлята учится летать», «Надежда», «Трус не играет в хоккей». Записали их музыканты Самарского духового оркестра. Мы-то знаем эти произведения, а вот современные молодежь и дети, у них уже другие интересы и другие, так скажем, кумиры. И мы просто обязаны доносить до них, так скажем, наших известных композиторов. Реализовать этот проект оказалось непросто. Нет в Самаре такой звукозаписывающей студии, которая бы вместила целиком весь оркестр. Писались по два музыканта. Уже в декабре музыкальный звонок прозвучит вновь. Дети услышат фрагменты произведений Петра Чайковского. Елизавета Прокопенкова, Юлия Кравченко, Григорий Плешаков. События. В музее Алабина прошла встреча со знаменитыми спортсменами Ольгой Артешиной и Александром Кудашевым. Каждый смог задать чемпионам вопрос, увидеть медали с различных соревнований и получить автографы. О чем рассказали гостям спортсмены, узнала Полина Чулякова. Увидеть чемпиона вживую и задать им самые разные вопросы. В Самаре прошла встреча с титуловными спортсменами Ольгой Артешиной и Александром Кудашевым. Они рассказали о том, как начинали свой путь в спорте, переломных моментах, травмах, а также поделились тем, о чем думают в самые ответственные моменты на соревнованиях. Для нас, для спортсменов, это, наверное, тоже очередной повод как-то, наверное, понять, что наш путь был проделан не зря, передать свой опыт вот в этом большом спорте подрастающим поколениям, поделиться, рассказать. Я завершила уже спортивную карьеру, но мне все равно это очень приятно. Это очень важно. Это является мощным стимулом, мотиватором для того, чтобы когда вот в такой неформальной встрече вопрос-ответ знаменитые чемпионы находятся на расстоянии, можно сказать, вытянутой руки. Александр Кудашев рассказывает, когда был ребенком, попал на встречу с именитыми пловцами и тоже захотел добиться высот в спорте. А теперь передает свой опыт подрастающему поколению. Может, именно сегодняшняя встреча для кого-то станет стимулом пойти записаться на какой-то вид спорта. И в дальнейшем у них будет цель, которая будет стремиться, чтобы стать чемпионом. Ольга и Александр принесли с собой медали с разных соревнований, чтобы показать гостям и раздали автографы. Встреча прошла на площадке выставки «Самара», которая сейчас открыта в музее Алабина и доступна для всех желающих. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. За время работы выставки «Сила в правде, гордость и победа» в Самаре около 200 граждан подписали контракты с Министерством обороны России в мобильном пункте отбора, открытом на площади Куйбышева. Об этом сообщает администрация Самары в своем телеграм-канале «Вести с Дворянской». Посетители пункта информировали о льготах и социальных гарантиях, которые получают военнослужащие и члены их семей. Знакомили с условиями прохождения службы в различных видах и родах войск. И демонстрировали комплект тактического обмундирования, который получает каждый гражданин при подписании контракта о прохождении военной службы. Особый акцент на получении военнослужащими контрактной системы региональных и федеральных мер поддержки. В Самарской области разовая выплата составляет 2 миллиона рублей. В первый год службы военнослужащий получает 4,5 миллиона рублей. Телеграм-канал администрации железнодорожного района напоминает об опасности, связанной с использованием печного отопления. МЧС России рекомендует «Не доверяй надзор затопящимися печами малолетним детям. Мебель и другие горючие предметы располагай не ближе 70 сантиметров от печи и полутора метров от топочных отверстий. Предтопочный лист у печи должен быть размером 50 на 70 сантиметров и из металла. Не используй для растопки печи горючие вещества. Не оставляй растопленную печь без присмотра. Установи дома пожарный извещатель». В Театре Самарская площадь прошел первый спектакль с тифлокомментированием «Красное вино Победы», информирует телеграм-канал администрации Ленинского района. Смотреть спектакль особенным зрителям помогала тифлокомментатор Таиса Марченко. Это стало возможным благодаря полученному гранту от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok